Снова здравствуйте. В общем, сегодня я снова вас беру с собой в мой насыщенный день. С утра так здорово надевать браслет. Видишь, ноль шагов. Не очень, как-то оптимистично, знаете ли. Тобой цвет. Итак, весы. Вот сколько мы уже прибавили. Итак, для сегодняшнего завтрака нам понадобятся вот эти ребята. Авокадо должно быть хорошим. Как выбрать хорошее авокадо? Оно должно быть немножечко мягким. То есть, оно должно под вашим пальцем. Почему фокуса нет? Я не могу так работать. Оно должно под вашим пальцем чуть-чуть продавливаться. Но в то же время не быть настолько мягким, что вы прям чувствуете, что все, до свидания, там уже каша. У нас сейчас в пятерочке хорошие авокадо есть. Поэтому, если у вас есть пятерочка в городе, посмотрите. Вот они такие гиганты. Несколько дней они тверденькие, позреют. Положите их рядом с бананами, если хотите, чтобы быстрее созрели. И вот это ключевой наш ингредиент. Также красная рыба, черный хлеб, творожный сыр и зелень. Посмотрите, какие весенние красавицы. Это нас с девочкой Денис балуют. В каждом влоге я показываю цветочки. Ладно, в тот раз это было 8 марта. Давайте польем наших живых друзей. Это Зина. Кто следит за моим инстаграмом, тот знаком с ней уже. Точнее, это Зоя вроде бы. У меня была Зина. Я ее посадила в подъезде. Ее кто-то украл. Точно такая же была. Это Маранта. Вроде бы цветок называется так. Это грубо. Маранта. И мы купили вторую, точно такую же. И я предложила назвать ее Зина 2. Но, по-моему, большинство проголосовало за Зою. У нас есть еще один живой житель. Познакомьтесь. Это Кофи. Он растет у Дениса в кабинете. Денис недавно узнал об этом. Реально, как можно не заметить такой огромный цветок на балконе. Я не знаю. На подоконнике, точнее. Но он сказал, что он никогда не замечал, что я посадила его к нему в кабинет. На самом деле, он уже вырастал в 2 метра ростом. Но, когда мы уезжали в свадебное путешествие... Опа, вот это вот плохо. Когда мы уезжали в свадебное путешествие, никто его не поливал. И он умер. Ну, правда, прям полностью засох за 3 недели. И мы его обрубили вот досюда. Он не рос, не рос. И вот весной он снова дал свои зеленые листочки. Он, кстати, плодоносит. И действительно, можно ягодки вот эти вот красные увидеть. И давайте по нашей уже любимой традиции, а для меня и ежедневной традиции, напишем дела на сегодня. Мы сегодня идем на УЗИ. Также у нас будет сегодня фотосессия. Фотосессия с животиком на память. Поэтому до фотосессии нужно собраться, подготовиться к ней. Погладить Денису рубашку, подумать, в чем буду я. Потому что я даже об этом не думала. У нас будут еще какие-то реквизиты. Типа там мы готовим завтрак вместе. И нужно какие-то фруктики с собой взять. Собственно, сама фотосессия. Также у меня сегодня бассейн. Такая вся красивая. Пойду смывать все, что намалевала. Потому что, да, бассейн для беременных у меня. Также нужно пересадить два цветка. Мы купили цветы в Икее. Они все это время стоят у нас чисто посередине в комнате. Потому что их нужно пересадить в нормальные горшки. И на ужин я хотела приготовить пиццу. Какую-нибудь простецкую пиццу. Также нужно будет смонтировать видео до конца. И принять двух курьеров. Сегодня мне с утра они уже позвонили. Ну что ж, у нас совсем скоро первый пункт. Мы выходим скоро на УЗИ. И я вам обязательно что-нибудь покажу. Попрошу Дениса поснимать. У меня ноги не видно. У меня видно кое-что другое. Попрошу Дениса. Ну я тоже. Попрошу Дениса. Какая довольная сидит нормальная. Каковы твои ощущения, когда ты увидел нашу девочку? Я фигел. Что за наигранность? Это было-то чудесно. А у меня уже первая посылка от курьера принята. И давайте вместе ее смотреть. И смотрите внимательнее. Потому что девочки, одна из вас, получит точно такую же коробочку от Ифраше. Они стали официальным визажистом недели моды в Москве. И давайте смотреть, что же тут у нас такое. Ух ты! Вот это вот аппликация. Очень круто сделано, как будто это подиум. И смотрите, какое тут наполнение. Как я понимаю, это ящичек. Он должен выдвигаться. Ну все, кажется, я знаю, чем я буду сегодня приводить себя в порядок. И краситься на фотосессию. Тут у нас есть и тональный, и палетка с бронзером, с пудрой. И тушь, и возможно, 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 это мой любимый карандаш. Ура! Это тот самый карандаш, девочки. Это просто счастье на самом деле. Потому что у меня, конечно, такие еще два лежат и ждут своей очереди. Но я не собираюсь менять свой любимый карандаш для бровей в ближайшее время точно. И еще один в моей коллекции. Гель для бровей у Ифраша тоже очень классный. И тоже им пользуюсь. И тут такая коробочка. Я, как понимаю, это туалетная вода. Так что, девочки, если хотите получить такую же коробочку с таким же оригинальным исполнением, наполнением, то обязательно смотрите до конца. Я озвучу условия конкурса, и одна из вас получит такую коробочку. Мы уже в полной готовности почти. Я глажу Денису рубашку. Сама приготовила для себя четыре образа, потому что не смогла определиться. Мы готовы. У нас здесь целый с собой этот пикник, короче. Там и тарелочка, и фруктики, и йогурт. Как будто мы так завтракаем. Но мы завтракаем еще лучше на самом деле. Да, Витя? Это у нас локация была первая. Смотрите, какой у нас здесь был красивый завтрак. Продолжение следует... Уроки земледелия от Саши по сновой. От Сашки по сновой, не так. У нас задача, сверху задача растения из Икеи пересадить в горшочек новый, красивый. Оказывается, что перед тем, как его пересаживать, нужно обязательно сыпать вот такую вот штуку под названием дренаж. Его нужно буквально немножко на дно. Новая земелька, как новая жизнь для цветочка. Это как мы, знаешь, переезжаем в новую квартиру. Что такое? Не знаю, слышишь. Может, сначала поставить туда? Ты потом как в землю вкопаешь корни-то? Потом поставить и засыпать с боков. Я просто засадил немало деревьев. Подсказать, ты круче меня? Одной рукой поднимай, другой придерживай. Горшок. А вот прямо так вот? Да. Просто пошатывай. Что? Что это такое? Ну, теперь над пакетами. Долби по пакетам. Очень красиво, бьюти-блогер. Все, тут уже корни. Все на пол. О, это такой милый момент. Какие у меня красивые ногти. Как мы назовем его? Давай ему дадим имя. Не знаю. Или это будет девочка? И еще буду пересаживать сейчас колонхой. Колонхой это вот этот маленький красавчик. И для него мы тоже ищем имя. Посмотрите на этого красавчика. Пересаженный, политый. И рядом его маленький дружок. Это колонхой. Он, конечно, здесь не будет стоять. Он будет стоять где-нибудь на подокончике. Это пальма. Будет украшать периодически мои видео. Ну и вообще радовать наш глаз, конечно же. Мама мной будет очень гордиться. Потому что я никогда не пересаживала цветы сама. Мама у меня в этом вообще спец. Поэтому она посмотрит это видео. И я надеюсь, мне скажет, Саша, молодец. Сейчас, как вы помните, у меня по плану поехать в бассейн для беременных. Я хожу в бассейн где-то 2-3 раза в неделю. На самом деле мне намекают немножечко, что нужно ходить пореже. Потому что для малыша это тоже нагрузка. Но мне так нравится. Если честно, просто я так кайфую, когда плаваю. Что я не напрягаюсь вообще ничуть. Я только расслабляюсь. Мы там дышим. Мы тренируемся. Тянемся. И это такая невесомость, такая легкость в воде. И вообще всем беременным во всем мире я советую бассейн. Но именно бассейн для беременных. То есть не просто бассейн, который там не просит никакие справки для его посещения. Где холодно. Вот я ненавидела бассейн всю свою жизнь. За то, что мне всегда было холодно. И я через 5 минут хотела пойти греться в душ. Нам делают температуру 31 градус. Мы чувствуем себя там потрясающе. В конце прямо в бассейн нам приносят зеленый чай. И включают вот эту вот штучку, как знаете, как в джакузи. И мы просто кайфуем. Если мне удастся, я что-нибудь там поснимаю, попрошу тренера. Хотя там это запрещено, вы помните, да? И после бассейна будем готовить пиццу. Что мы будем делать? Помидор. Объясни, что будем делать? Примился. Это вообще тереть надо будет. Руки надо помыть? Да, я помыла. Мы сейчас будем готовить пиццу очень простую. Ингредиентов в ней 5 буквально. Это само тесто. Тесто я не стала делать сама, разумеется. Я купила просто-напросто. 400 грамм теста. 2 крупные помидорки. Несколько листиков базилика. В смысле несколько веточек. 4-5 веточек. И моцарелла 150 грамм. И томатный кетчуп для смазывания. Мне не нужно было понаряднее надеться. То я как бомж, который заеду работает. А что у тебя есть нарядное? Простите. Более, чем это. Ничего. Собственно, все, смирились. Денис будет мне помогать тем, что будет все резать. А я буду делать самое тяжелое. Тесто. Буквально подсыпать. Кой? Еще, 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 еще. Ты съедаешь половину, поэтому я купила две пачки. Я просто слезнул. Слизнул? Ай, молодец. Какой аромат. Денис работал на Аляске поваром. Поваром? Да. Официантом. Подмастерьем. Подмастерьем. О, так мелко. Меньше? Меньше. Не, нормально. Уже порошок. Ой, пинается. Пинается прямо сейчас. Да. Сегодня мы видели нашу девочку. У нас немножечко теста получилось вот с такими проплешинами. Но Денис сказал, что съест все. Я очень счастлива это услышать. И сверху у нас сейчас пойдет томатный кетчуп. И на 20 минут, на 200 градусов. Хочешь обрезать мои пальцы? Не. Правда? Я тебе не дам. Это противно. Отдемай. Я помыл. Я все равно не хочу. Мы отправляем эту красотку вот сюда. О, у нас тут так уже аппетитно. Посмотрите, как много в кавычках осталось. Это не я все съела, честно. Ну что, красотка, я возвращаюсь к конкурсу. И чтобы выиграть эту чудесную коробочку от Ифраше с кучей косметики, тебе нужно подписаться на мой канал, на мой инстаграм, а также написать в комментариях к этому видео, какое из моих последних пяти видео тебе понравилось больше всего и почему. Не забудь оставить свой ник инстаграма, чтобы я с тобой связалась в случае, если именно ты станешь победительницей. В принципе, красотки, моя какая-то ночная, вечерняя рутина не особо-то поменялась. Поэтому, наверное, не буду вам показывать все мои этапы, как я очищу зубы. И так много кадров уже с сегодняшнего дня. Мы придем спать. Денис уже спит, на самом деле. Поэтому лучше мне не орать. Напишите в комментариях, понравился ли вам этот влог. Хотите ли вы четвертый день из жизни беременной Сашки. Нужно успевать снимать такие видео, пока я беременна. Потому что потом это будет нелогичное название. Пока, на тебе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok